друзья приветствую всех на своем канале и сегодня мы с вами едем по зыряновску старый город город зыряновск называемого старым мы проедем с вами сегодня от улицы тимофеева по улице горького затем район квартал по центральной улице сейчас она называется независимости и затем также вернемся на улицу горького по улице астана и на выезд из города зыряновск желаю всем приятного просмотра поехали вот мы на улице тимофеева сейчас находимся слева старые бараки бывшие но они сейчас остались старые но их видите облагородили обшили сайдингом утеплили окна поменяли не знаю как внутри они сейчас но снаружи их отреставрировали там далеки ведь еще остались не отреставрированы ну а здесь жители теперь платят дополнительную плату несколько лет платить за то что им отреставрировали эти дома но это они же в старом исполнении так скажем вот мы едем с вами по улице тимофеева и свернемся снова улицу горького город зыряновск как я уже говорил старый город основа в 1791 назван по имени открывателя месторождения герасима зырянова и был образован рудник алтайского горного округа в начале девятнадцатого века зыряновский рудник стал крупнейшим центром добычи серебряной руды о котором знали не только в россии но и за рубежом вообще зыряновский этот рудник он относился он относился который относился к томской губернии сам город стал именоваться городом в 1941 году только до этого рабочим поселком это вот так краткая история города зыряновска ну а мы теперь с вами едем по улице горького уже наслаждаемся природой зыряновска сегодня солнечное небо красивая воздух чистый сейчас мы с вами приближаемся перекрестку где с правой стороны будет автовокзал ну а мы проедем с вами дальше в старый район города который носит их так скажем называется среди народа квартал вот этот самый перекресток мы едем с вами дальше сейчас город переименован в город алтай очень много вызвало споров это решение многие жители были против но так как все-таки историческое название зыряновск естественно но власти порешили что теперь ему суждено называться городом алтай чтобы привлечь туристов переименовали его в 19 году вот сейчас мы с вами едем по улице космонавтов тот самый квартал это старые дома так называемые хрущевки так вот туристов это не привлекло прошло уже два года наводнения туристов в городе конечно не видно ну а то что старое название кстати тоже не потерялось жители также по-прежнему его называют зыряновск но я думаю никто не будет отказываться от этого названия потому что 200 лет город прожил с именем зыряновск назван в честь открывателя города ну не города а рудника герасима зырянов и почему он вдруг стал алтаем да это относится к алтайским горам да он в ложбине гор окружен горами алтайскими но при этом называться алтаем ну ладно каждый решает для себя сам для меня он остается лично зыряновск это моё мнение ну а мы сейчас едем с вами по середине так скажем квартала этого микрорайона просто посмотреть показать дворы внутренние да как вот люди живут ну мы видим да особо его благоустройство нет как сделали так сделали еще 50 лет назад когда строился этот квартал да уже больше наверное 50 уже наверное лет 70 прошло 60 точно ну тем не менее смотрите как красиво здесь вот с правой стороны идет тротуар здесь только-только еще зелень появляется ранняя весна только-только зелень а так здесь просто зеленая такая аллея летом такая уютная атмосфера кстати отремонтировали и эту улицу и тротуар по-моему в прошлом или в позапрошлом году ее здесь отремонтировали асфальт поменяли поэтому дорога довольно здесь сносная нормальная ну видите такой жилой микрорайон старый близко стоящие дома деревья большие уже сели немного ну а мы с вами возвращаемся на улицу космонавтов вот кстати мы сейчас видим перед нами дом который находится в воду долгое время был недостроен как его начали строить еще в советское время ну и забросили как это очень часто бывало вот заброшенный дом стоял ну а тут его достроили отремонтировали покрыли сайдингом как у нас сейчас это все делается ну и жилой дом теперь там живут люди ну а кто там может еще жить кроме людей казалось бы глупость сказал ну ладно мы едем по улице космонавтов и сейчас мы поедем с вами на главную улицу города когда-то она называлась улица Ленина сейчас она называется улица Телевсиздык или улица независимости проспект независимости люди ходят через дорогу как хотят пешеходных переходов не существует для них это особенность конечно Заряновская с левой стороны дворец спорта большой крупный дворец спорта и вот перекресток который выводит нас на улицу независимости тоже здесь вот не было вот этого слева островка я как бы зеленого просто был асфальт ну решили разукрасить как-то наверное планировались наверное когда-то чтобы были цветы но цветов тут нет просто теперь такой вот островок с поломанными бордюрами какое небо шикарное посмотрите какие облака вот мы с вами на улице независимости сейчас дворец спорта слева весь в елках едем по главной улице с оркестром с левой стороны вот здесь когда-то когда-то еще 30 лет назад были аттракционы для детей в общем такие развлекалово было но сейчас уже этого ничего нет был такой типа парка Металлург в городе Усть-Каменогорске раз для различные аттракционы но сейчас тоже кстати отремонтировали эту улицу уже асфальт порыбанный старая застройка старые дома вы видите да двухэтажные так называемые сталинки светофор постоим на светофоре несмотря на рабочий день людей на улицах довольно таки много это конечно центральная улица но тем не менее бывало время когда просто не было никого едешь по улице или даже фотографии делаешь я делал фотографии улицы пустые улицы просто были сейчас довольно таки оживленно в городе ну и вот мы с вами приближаемся к центральной площади города Зыряновска слева до сих пор еще стоит Ленин тоже кстати говоря было очень-очень много споров власти хотели убрать Ленина и на его месте построить фонтан там за сотни миллионов тенге то есть огромная стоимость в городе конечно других проблем не было как только недостаток фонтана но все-таки пока наверное здравый смысл возобладал Ленин остался но эти сотни миллионов не стали тратить на фонтан с правой стороны парк тоже вы обратили внимание если вырубали очень много деревьев в прошлом году они начали вырубать эти деревья в парке ну планировалось сделать воркаут, детские площадки и поставить памятник Герасиму Зырянову ну пока ничего этого не сделано пока только вырубили эти деревья ну а мы едем памятник Маяковскому кстати в городе вот есть еще памятник ну Ленина как я сказал от Маяковского и Толстого памятник Маяковского мы едем дальше двухэтажная такая застройка сталинская рабочая поселка немножко отсвечивает солнце сейчас на лобовое стекло поэтому блики вот торпеда тут я ничего уже не могу поделать прошу прощения мы едем против солнца поэтому блики вот девятиэтажный дом тут центральная улица это вот можно сказать самый центр города Зыряновска самый центр самый центр самый центр самый центр что тут такое медленно наконец-то повернул мы едем дальше сейчас мы с вами опять выйдем на улицу Независимости проспект Независимости снова поедем на площадь но уже повернем теперь налево сейчас это улица Астана называется куда мы повернем ну сейчас вот этот проспект Независимости вот мы снова выехали с вами на него только что мы поедем проезжали ну по карте в начале вы видели да как мы двигаться должны были снова этот же светофор постоим на нем но он благо короткий сейчас закончится как будто те же люди прошли да ну и поехали снова ну и поехали снова вновь та же центральная площадь и мы повернем налево на улицу Астана сейчас она называется широкий проспект Независимости вот мы на улице Астана с правой стороны музыкальная школа кстати говоря с 41 по 44 год в Зыряновске работал эвакуированный полтавский театр музыкальный трам пока там было все оккупировано сюда эвакуировали здесь он продолжал работать здесь вот улица конечно уже ушатанная трактор он даже объезжает в ямы выбили все под асфальт и так и бросили ямки тут присутствуют ямки тут присутствуют это мы сейчас заехали за хлебом ларьки мамин хлеб называется кстати говоря в Зыряновске очень хороший хлеб вкусный тут прямо отдать должное они его еще пекут наверное по старым рецептам без всяких добавлений всего прочего которое сейчас уже используется не очень вкусный хлеб и едем с вами дальше по сути мы с вами сейчас проехали уже весь центр города Зыряновска не считая всяких окраин мы конечно сегодня не будем заезжать мы возвращаемся с вами на улицу Горького мы на нее с вами выехали но сейчас вот опять солнце светит прямо нам в лицо поэтому отражение идет ну двигаемся по улице Горького кстати говоря вот здесь тоже видите слева дом сейчас жилой тоже в советское время не достроили было заброшено сейчас достроили опять отделали сайдингом и живут люди вот перекресток с которого мы с вами выехали на улицу Горького в самом начале видео ну и теперь уже будем двигаться к выезду из города не забывайте подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пока мы едем по той же улице повторюсь подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик сейчас алгоритму ютуба отслеживают если если есть подписка и нажат колокольчик то видео в рейтингах поднимается выше и доступно большему числу просмотров людей пускай большее число людей увидит зря нас будем пропагандировать так сказать туризм и раз уж переименовали для туристов пускай туристы приезжают и смотрят на этот город в городе есть несколько гостиниц ну нормальные такие гостиницы ну нормальные такие гостиницы не скажу что прямо ужас ужасный нормальные нормальные гостиницы вот мы едем уже с вами по улице на выезд по моему она называется Каюпова но могу ошибаться просто с фамилией тоже кстати был сделан ремонт несколько лет назад данная улица ну эта дорога уже идет на выезд из города там с правой стороны дачи будут ну и выезд из города Сырянска на этом я с вами уже буду прощаться спасибо за ваши просмотры комментарии еще раз напомню попрошу вас подписывайтесь на канал ставьте лайки всем здоровья удачи и до новых встреч пока до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...